Приветствую вас. Зацикленность на человеке, а также на любом каком-то объекте, на любом деле, на любой, в принципе, может показаться немного странным, но на любой вещи, вот. Зацикленность связана всегда с тем, что человеку не очень интересно все остальное. Ну, не в качестве ему, не в радости ему. Наиболее яркий пример, который, мне кажется, я мог бы привести, это пример с ребенком. Ведь, например, казалось бы, с ребенком нужно заниматься, ребенку, грубо говоря, нужно внимание, внимание, вот и прочее. Это правда. Это правда. Но есть одно но, есть одно но. Дело в том, что если ребенком вы занимаетесь так, как нужно ему, но не так, как нужно вам. То есть вы не ловите кайф от того, как, ну, от того, что вы проводите время с ребенком, а ловить можно кайф только, когда, условно говоря, вы свободны. 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 В этом, ну, в этом проявлении, то есть когда вы свободны в, ну, вот, в собственных проявлениях, там, чувств, эмоций, да, вот. Это становится, это становится обузой, это становится тяжело. Вот. Появляется, да, появляется чувство вины перед ребенком, например, особенно за то, что, к примеру, вы не уделяете ему внимания, в той мере, например, в какой, ну, какой нужно это делать, допустим, вот. И все. Начинается кошмар, вот, начинается ад, начинается жесткость. Потому что вы становитесь сами себе тюремщиком. И когда человек становится сам себе тюремщиком, в данном случае это вы, естественно, накапливается недовлетворенность. Эта самая недовлетворенность, она и становится основой для того, что вы, естественно, циклитесь на человека. Вот. Как происходит эта самая цикленность? Достаточно просто. Вы связываете, то есть проецируете, переносите на человека свои какие-то желания. Вот. Ну, например, вы связываетесь с человеком свое желание, допустим, быть свободным. Не обязательно, что вы хотите быть свободным, но просто вот, кажется, по примеру. Вы связываете с человеком именно такое желание. Желание быть свободным. И теперь, когда вы хотите быть свободным, а свободным вы хотите, к примеру, быть постоянно, ну это, в принципе, вполне логичное желание, как мне кажется, вполне нормальное, адекватное желание. Вот. А вы думаете об этом человеке. И все. Как бы. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому, крайне важно, как мне кажется, крайне важно, на это вот обращать внимание. Ну, в общем, не надо, я имею ввиду, да? Чтобы вы вот сами постарались это увидеть. То, в чем, то, в чем вы, к примеру, не удовлетворены, вот, то, где вы не удовлетворены? И в чем вы не удовлетворены, будет перемещаться на человек. Вот. Поэтому, то, что вы описываете, является следствием, по сути. Следствием, я бы сказал, невнимательности к себе. Ну, то есть, вот, когда вы, когда вы к себе не внимательны, да, если и если, когда вы к себе не внимательны, то, чем больше вы к себе не внимательны, тем больше вероятность того, что произойдет вот это вот зацикливание. И убрать это самое зацикливание. Его не надо убирать, в прямом смысле этого слова, убирать ничего не надо. Вот. Убирать нет. Ну, вот, раскрывать свое желание, да, отказывать пароль, ну, образно говоря, там, отказывать окружающим в своих ресурсах. Вот. Беречь, там, условно говоря, свои ресурсы, да, крайне важно. И тогда, тогда, оснований для того, чтобы у вас была зацикливность, оснований для этого будет гораздо, гораздо меньше. Такая вот история, но для этого вам нужно понять, а чего же я хочу, вот, чем же я нуждаюсь, вот. Ну, нужно попытаться ответить себе на эти вопросы. И когда, если вы на них себя ответите, я думаю, что у вас появится возможность отказаться от этой самой рассыкленности, о которой вы сейчас говорите. Вот. Я думаю, что примерно так. Как и сказал мой коллега, эм, Кудрячев Игорь Леонидович, эм, история вашей жизни, анализ ваших отношений, в том числе поможет лучше понять и вам помочь. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok